В Твери в акватории Волги прошли соревнования по гребле на лодках дракон. Открытие сезона среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Золотая осень». Организаторы мероприятия – Тверская областная общественная организация «Федерация гребли на байдарках» и «Каноя», спортивный клуб «Шторм». В состязании приняли участие и взрослые. Вне зависимости от возраста участники смогли получить массу позитивных эмоций. С каждым годом количество участников растет. В этот раз соревновались 14 команд из коррекционных учреждений Твери и Тверской области. Гребли на лодках дракон – это наиболее доступный и безопасный командный вид спорта. Им могут заниматься все, несмотря на физические возможности, возраст и уровень спортивной подготовки. Но для детей с ограниченными возможностями, с особенностями здоровья для их родителей – это особенное событие в жизни. Во-первых, задача, конечно, это получить массу положительных эмоций. Сегодня будет их через край, потому что гребли вообще сплочает, объединяет. Это очень классный вид спорта – это вода, это жизнь. Ну и в основном, конечно, это же общение. Многие ребята, дети сидят дома в четырех стенах. Для них вот этот выход на такие соревнования, такие мероприятия – это просто праздник. Многие не спят ночью, чтобы бояться проспать и опоздать на эти соревнования. Ребята преодолели дистанцию в 200 метров. По результатам жеребьевки первыми стартанули команды «Добрый мир», «Максати», «Хэшторм», «Кит» и «Школа-интернат номер два». Основная цель соревнований – выявление одаренных детей для резерва параолимпийской сборной России по гребле на байдарках и каное. Популяризация и развитие гребли при общении особенных детей к занятиям физической культуры и спортом. Это особо подчеркивали гости соревнований. Это для детей, которые требуют чуть больше внимания, чем остальные дети. И это очень отрадно, очень здорово, что организаторы соревнований, спортсмены, серьезные спортсмены находят возможности предоставлять им такую возможность, чтобы они реализовывались, раскрывались, улучшали свое физическое самочувствие, душевное самочувствие. Это очень здорово. Также с напутственным словом перед ребятами выступили Андрей Лаенко, директор областной спортивной школы Олимпийского резерва по видам гребли, и мастер спорта мирового класса, заслуженный тренер России Николай Ковалев. Несмотря на то, что на воде разгоралась вполне спортивная борьба за лидерство, победителей и проигравших тут не было. Победители все, потому что смогли преодолеть себя, не испугались выйти на соревнования, доказали, прежде всего, себе, что нет ничего невозможного. Наивысшую оценку судей заслужила команда спортсменов школы-интернат номер два. Второе место заняла тверская команда из Бежицка. Почетное третье место у команды спортивной адаптивной школы. Всем участникам гонок на лодках и драконах вручили памятные награды и сувениры.